Почтить память Зарик и возложить цветы собрались руководство Демократической партии, депутаты парламента, соратники, а также родственники и близкие политикам. Убийца Зарика до сих пор не найден, хотя прошло уже 14 лет. Среди граждан уже ослабла надежда, что преступник все-таки будет установлен. Но его близкое окружение заявляет, что справедливость есть и убийца понесет наказание. А демократы страны отмечают, что заслуги Зарика и установление этого режима в стране не будут забыты никогда. Прошло 22 года, как мы установили демократию. Говорят, что сегодня она на пике, но демократия сама по себе очень хрупкое явление. Ее нужно развивать и укреплять ее принципы. Без этого режим, который мы получили 20 лет назад, может умереть всего за каких-то 20 дней. Два раза в год люди приходят к этому постаменту, чтобы почтить память Зарига. Прошло уже немало времени после его смерти. Существует множество разных догадок и гипотез о его убийстве. Но все же большинство людей надеется, что правда будет открыта. Мы приходим сюда отдать дань уважения своему лидеру-первопроходцу. Его заслуги перед Отечеством неоценимы. Смерть видного деятеля Зарик стала настоящей потерей для всей страны. Поэтому родственники и близкие политика надеются, что государство и правоохранительные органы продолжат следствие по этому нашумевшему делу. Действия и стремления молодого Зарик принесли стране возможность изменить строй и пойти по светлому пути. То, что сделал для родины Зарик, действительно весомо. Я знала его с самых малых лет, потому что нахожусь в дружбе с его матерью. Работала вместе с его отцом в Министерстве образования. Их дети все втроем. С малых лет были умными, любознательными, целеустремленными. До сих пор глубоко сожалею, что мы потеряли такого активного политика в самом расцвете его сил. В то время, когда он должен был стать премьер-министром Монголии. За свою короткую, но насыщенную жизнь Сан-Жагин Зарик успел сделать многое. Он был действительно нужным сыном своей родины. Дэнсма Адганбат, Аист, Монголия.